Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан. Сегодня мы поговорим о том, как настраивается шлюз VKS сервера Vinteo и для чего вообще нужно это делать. Шлюз позволяет подключаться к другим регистраторам, например, SIP-регистраторам, H323-гейткипера, ну и так далее. Условно говоря, мы используем шлюз, когда нам нужно вписаться уже в существующую систему телефонной и видеосвязи организации. В этом случае мы стараемся сделать так, чтобы наш сервер получил от существующей системы некий порядок номеров. Например, мы обращаемся к организации, к которой нам нужно подключиться, и говорим, выделите нам, например, тысячу номеров. Условно, с четырехтысячного по пятитысячный, если мы говорим про четырехзначную систему нумерации. В больших же организациях может быть и пяти- и даже шестизначная система нумерации. Итак, нам выделили тысячу номеров. 500 из них мы задействуем для того, чтобы создавать конференции, и 500 для того, чтобы создавать абонентов. Для этого заходим в настройки, система, основные, и вот сюда мы вносим эти самые настройки. Это делается для того, чтобы нам было удобно встроить наш сервер в существующую инфраструктуру. А для того, чтобы нам перейти в эту инфраструктуру, нам нужно настроить шлюзы. В данном примере на экране мы видим, что здесь настроен шлюз в сторону Cisco Co-Manager, CUCM. Сразу стоит сказать, что сервер Vinteo может интегрироваться не только с Co-Manager, но и вообще с любой телефонной станцией, работающей по протоколу SIP H323, например, таких как Авая или что-то еще. Итак, наш Co-Manager находится во внутренней сети. Соответственно, мы задаем ему IP-адрес, разрешаем ему принимать входящие вызовы со стороны CUCM. В расширенных настройках используем стандартный набор кодеков. И в случае, если в Co-Manager FQDM с именем какого-то домена, то в поле From Domain лучше этот домен указать. В данном же случае все работает по IP-адресам. Ну и зайдя во вкладку «Маршруты», мы видим то, что при создании абонентов мы направляем их в сторону Co-Manager. Это можно сделать двумя путями. В данном случае мы просто создаем абонента типа Loop, он у нас уже есть, под номером 9400. И в расширенных указываем, что этот абонент типа Loop будет находиться за шлюзом CUCM. Соответственно, на стороне CUCM в маршрутах у нас появляется вот такая запись. Запись 9400. И теперь, когда мы вызываем в конференцию этого абонента, то вызов идет на шлюз. Шлюз отправляется в сторону Co-Manager, и Co-Manager вызывает абонента. В данном случае абонент 9400 – это стандартный абонент Cisco Jabber, которого можно вызвать из конференции. Находим абонента и вызываем его. Вот так происходит интеграция, когда Vinteo сервер позвонил на клиент Co-Manager. Точно так же можно из клиента Cisco Jabber позвонить в конференцию. Если мы внимательнее посмотрим на список конференций, то можно заметить, что стандартно конференции у нас называются 1001, 1002 и так далее. На эти конференции мы позвонить не можем, поскольку они не в номерном плане, о котором мы уже говорили чуть выше. Для нашего Co-Manager мы выделили номера конференции с 9800 по 9899. С нашего Cisco Jabber или другого клиента, под который мы делаем шлюз, мы можем набрать номер конференции 9847, например. Соответственно, мы также попали в конференцию под номером 9847. На экране видно, что подключение прошло успешно. Это же правило будет работать и для телефонных аппаратов, и для больших терминалов, зарегистрированных на Co-Manager. Получается полноценная интеграция. Со стороны же Co-Manager первым делом нам нужно будет создать транк в сторону Vinteo. Здесь опции стандартные. Вам нужно будет указать адрес сервера Vinteo. Стандартный профиль. Также стандартный Security профиль. Единственное, что в Security профиле нужно включить поддержку BFCP, чтобы передавалась презентация от Co-Manager в сторону Vinteo и наоборот. Также не забываем создать Root Pattern. Чуть выше мы рассказывали про номерной план 98.00 на 98.99. И здесь как раз мы видим, что 98.00XX уходит в сторону нашего транка Vinteo. Стоит также упомянуть про Skype for Business, так как об этом часто спрашивают наши заказчики. С ним все несколько сложнее, поскольку он использует нестандартные кодеки. Соответственно, с нашей стороны, для того, чтобы работал Skype for Business, нам нужно будет создать шлюз. Опять же, расскажем на примере нашего Co-Manager CUCM. Здесь в расширенных настройках нам нужно будет указать, что это Skype for Business. Но со стороны Skype for Business вам необходимо будет указать роль сервера, которая называется Video Interoperability Server, или сокращенно Viz от компании Microsoft. Именно он умеет преобразовывать Skype for Business в нормальный SIP. У него достаточно много ограничений. Например, презентация будет передаваться только в одну сторону от сервера. На сегодняшний день Skype for Business все больше и больше вытесняется Microsoft Teams от той же компании Microsoft, и с которым мы можем интегрироваться уже только через сторонние сервисы. Например, такие как Cisco или Pixip. Субтитры подогнал «Симон»! Какие 따라서 есть вам обязательно. Теперь можно представить её на hoyo.